События в сфере политики. Интервью, обсуждение, мнение экспертов. Актуальные вопросы и ответы от первых лиц региона в программе «Диалог с властью». «Диалог с властью» на Ялта-ФМ. 12 часов и 5 минут. Я приветствую всех, кто находится с нами на одной волне. Это программа «Диалог с властью». Сегодня у нас в гостях директор спортивной школы имени Павленко, депутат Ялтинского городского совета Александр Николаевич Туровский. Александр Николаевич, приветствую вас. Добрый день. Так, можно погромче, поближе. Добрый день, приветствую всех радиослушателей. Сегодня есть замечательный повод, по которому мы собрали в студии. Во-первых, мы поздравляем Александра Николаевича, конечно же, непосредственно вас. Сегодня отмечается Всероссийский день самбо. Мы поздравляем вас, поздравляем всех ялтинских самбистов, не только крымских, российских, с этим замечательным днём. У вас тоже есть возможность воспользоваться эфирным временем и от себя сказать несколько слов нашим ребятам. Добрый день еще раз, конечно же, хотел бы поздравить. И прежде всего наших ялтинцев, потому что очень долгое становление было. И на нынешнее время у нас имеется спортивная школа. Поэтому поздравляю всех спортсменов, самбистов, тренеров, организаторов, а также болельщиков и любителей спорта Всероссийским днём самбо. В этом году наш отечественный вид спорта отмечает свой 82-летие. И рад отметить, что самбо успешно развивается в Ялте. Этот вид спорта, включен в систему физического воспитания населения, является неотъемлемым элементом специальной подготовки личного состава силовых структур и участвует в реализации государственной программы патриотического воспитания граждан. Но главное, что день самбо, день рождения, это праздник прежде всего для детей. Для того, чтобы они могли понять и полюбить отечественный вид спорта, единоборство. Практически проникнутся его духом, философией. Уверен, что этот день станет значимым событием для всех и России. Позволит расширить и укрепить идеалы самбо. Ну и, конечно же, поздравляю всех с днем рождения нашего вида спорта, отечественного вида спорта самбо. Александр Николаевич, конечно же, хотелось бы задать несколько вопросов, что касается этого праздника, что касается этого вида спорта. Расскажите немного о его истории, о его зарождении. 16 ноября 1938 года в РССФР было зарегистрировано вид спорта самбо. Как вид спорта уже? Как вид спорта, да, в комитете по спорту. Конечно же, зарождался он еще немного ранее, но уже государственное признание. Он получил действительно даты, которые мы празднуем каждый год. Это 16 ноября. И с этого времени мы отчитываем, 16 ноября 1938 года, мы отчитываем день рождения. Вот в этом году мы празднуем 82-летие. Очень хотелось бы отметить, что еще буквально 2 года назад, 80-летие, круглую дату, мы праздновали тем, что мы открыли наш тренировочный центр самбо. После чего мы открыли спортивную школу борьбы имени Павленко Ивана Сергеевича. Так что вот такие знаменательные события. Мы постоянно пытаемся продолжать наши славные традиции успехов не только в спорте, но и на деятельности спортивной и общественной деятельности. Конечно, ялтинское самбо неразрывно связано с именем Павленко. Можете рассказать об истории, возможно, зарождения этого вида спорта в Ялте, как оно развивалось, где раньше проходили тренировки, как все это происходило и на каком уровне сейчас находится ялтинское самбо? Конечно же, уровень, который Иван Сергеевич нам темп задал. Я очень рад, что мы продолжаем сегодняшнее его дело. И те успехи, которые он видел, он был еще при жизни. Он ушел из жизни, светлая память ему. Но мы продолжаем его детище. И он был при жизни на открытии нашего спортивного комплекса в 2018 году. Он был очень впечатлен, ему это понравилось, то, что такими размахами все-таки продвигается его дело. Ну, а начинал, конечно же, в очень скромных условиях. Это были милицейские гаражи, поэтому атмосфера была, конечно же, трудолюбивая. Ну, тяжело сказать, что она соответствовала каким-то стандартам. Но уже даже в то время, это был 1968 год, уже в то время у нас начали зарождаться действительно высокие талантные спортсмены. И мы уже через пару лет имели и чемпионов Крыма, и также призеров чемпионатов Украины. Поэтому то, что нам задал Иван Сергеевич, мы продлеваем и приумножаем. У нас славные традиции, такие как есть Ижданов, чемпион мира. Такие же у нас есть, как и Авраменко, тренер. И зародитель, тоже продолжатель дела Ивана Сергеевича. Он открыл отделение дзюдо у нас в Ялте. В этом году, кстати, отмечается с 1980 года, вот, отмечается юбилей. 40 лет. 40 лет. Да, поэтому действительно, такие даты вот постоянно преследуют нас круглые. В 80-летие, когда мы празднули открытие нашего комплекса, было уже с 1968 года, было 50 лет самбо в Ялте. Поэтому такие круглые даты, ну, действительно, мы стараемся под эти даты делать очень знаковые мероприятия. Поэтому в этом году мы тоже много провели хорошие работы, есть очень плодотворно. Ну, об этом чуть позже расскажу. Главное, что то, что Иван Сергеевич начал, мы продолжаем. И вот ту школу, которую мы открыли, мы назвали в честь Ивана Сергеевича Павленко. Очень большая проделанная была работа. И сейчас мы имеем большое количество занимающихся, это около 320 ребят. И также и девчонок у нас много занимается. Поэтому очень рад сказать, что наши успехи все-таки увенчались таким вот знаковым событием. О том, как проходят сейчас тренировки в спортивной школе имени Павленко, и о том, какими последними достижениями можно похвастаться наших спортсменов, расскажем несколько позже. Напомню, что сегодня в гостях в студии директор спортивной школы имени Павленко, депутат Ялтинского городского совета Александр Николаевич Туровский. Реклама. Отвлекитесь от рекламы. Отвлеклись? Насладитесь этой тишиной. Агентство «Недвижимость Ялты» выкупило эту тишину для вас. Наш телефон. Плюс семь девятьсот семьдесят восемь семьсот тридцать восемь девять два девять три. Ну, а теперь реклама. Кто должен заниматься безопасностью вашего дома? Команда опытных инженеров из компании «Маяк безопасности». Проектирование и монтаж систем безопасности, охранно-пожарная сигнализация, видеонаблюдение, контроль доступа, система «Умный дом», огнезащитная обработка строительных конструкций. Шесть лет на рынке. Комплексный подход к безопасности объекта. Мы находимся по адресу улица Красина, 1G. Сайт «Маякб.ру». Маяк безопасности. Время выбирает лучших. Переход рекламной службы «Ялта-ФМ». Плюс семь девятьсот семьдесят восемь восемьсот семьдесят сорок пять восемьдесят четыре. Двенадцать часов триднадцать минуты. Я продолжаю приветствовать всех, кто находится с нами на одной волне на частоте девяносто пять и шесть «ФМ» в прямом эфире программы «Диалог с властью». Сегодня у нас в гостях директор спортивной школы имени Павленко, депутат Ялтинского городского совета Александр Николаевич Туровский. Сегодня у нас есть замечательная дата, которую мы все отмечаем, в связи с которой мы видим, можно сказать, наш диалог. Сегодня отмечается Всероссийский день самбо. Мы уже немного рассказали и затронули историю самого вида спорта, историю, как он развиваться начал в нашем городе. Александр Николаевич, вы сказали, что постоянно к этим круглым датам, о которых мы с вами пообщались, проходят какие-то большие, массовые, яркие мероприятия, стараетесь делать их. Получается, это можно уже назвать традицией. Существуют еще какие-нибудь в Ялте традиции, которые касаются самбо? Да, у нас есть такая традиция. Каждый год мы проводили 16 ноября Всероссийский день соревнований, которые приурочены были к этим городам, извиняюсь, приурочены были к этому празднику. И называется так это «100 городов». В 100 городах России проводили соревнования. В одновременно в один день. В один день, да. На Ялте это был один из этих городов. Мы с 2015 года начали эту традицию соблюдать и проводить, так как к нам особое было внимание от Всероссийской Федерации самбо. Мы вошли в это число городов. Действительно, очень проводились. Это все крымские соревнования были. Приезжали со всего Крыма побороться на наших коврах. Поэтому такая славная традиция была. В связи с определенной нынешней пандемией остановкой, мы перенесли это мероприятие 16 ноября. Но, впрочем, это все равно турнир, как бы, для нас традиционный. Мы празднуем его. Ну, в этом году мы проводим обычный, как бы, тренировочный мастер-класс. Опять же говорю, для детей, для того, чтобы популяризировать вид спорта в городе. То есть, все-таки, сегодня все наши самбисты будут отмечать этот праздник. И это будет с помощью мастер-класса. Да, да, это будут мастер-классы. Тренера будут приглашать именитых спортсменов. Также у нас, как бы, и гости приезжают. Ну, это будет проходить все на территории школы, определяя, опять же, соблюдая все необходимые меры. Безусловно. В связи с последней ситуацией в стране, расскажите, как проходят и проходят ли сами занятия у наших самбистов? Да, конечно, проходят. У нас с прошлого года в Ладотворно началась работа школы. Это с сентября месяца мы набрали большое количество желающих заниматься. У нас два отделения в школе. Это отделение дзюдо, куда мы набираем детей с 7 лет. И отделение самбо, где мы набираем с 10 лет. У нас большое количество занимающихся, около 320 спортсменов. Это, опять же, у нас есть и учебно-тренировочная подготовка. 7 лет занимаются дети. И также есть учебно-тренировочная. Это более старший уже тренировочный соревновательный процесс, у которых присутствуют, которые выезжают на различные турниры, республиканские. Также и всероссийские турниры, первенства. И группа совершенствовательного мастерства, которые уже выезжают на звание мастера спорта, имеют. И выезжают на чемпионаты России и международные старты. Хочу отметить, что в этом году наш ученик Артур Палиян выиграл кубок золота, который проходил с 1 по 3 октября в Нижнем Новгороде, в городе Кстово. В весовой категории абсолютной. Это, значит, самые тяжелые мужчины. Самая серьезная категория. Самая серьезная, да. И наш ученик выиграл это звание. Он стал обладателем Кубка России 2020 года. И отобрался на Кубок Мира, который будет проходить в Москве. Мы передаем поздравления, конечно же, Артуру. Надеемся, что сейчас он слушает нас. Помнится мне такая история, несколько лет назад уже существовала. Александр Николаевич съездил на Кубок России, занял первое место после этого на Кубок Мира и также первое место. Уверен, что Артур привезет нам тоже золото. Я тоже не сомневаюсь, что он повторит наш успех. Потому что мы все-таки вкладываем в него и усилия, и труд, и свое мастерство. Поэтому мы к этому шли плодотворно. Да, он был уже призером. Когда я выиграл в 2016 году, он был призером тогда. Ну, тяжело было продолжать тренировочный процесс. Но все-таки он подошел к этому Кубку с хорошим настроем. Поэтому я не сомневаюсь, что он повторит успех и выиграет Кубок Мира и привезет нам золото. Александр Николаевич, кого бы еще можно было бы отметить из тех спортсменов, которые принимали, возможно, недавно участие где-то тоже на турнирах, на каких-то кубках? Возможно, кто-то сейчас непосредственно готовится к тому или иному спортивному событию. У нас очень хорошая группа подростков. Это учебно-тренировочная группа. Тренер Владимир Владимирович Малов. Который многократно привозит у нас различного уровня медали. Это из первенства по самбо, из первенства по дзюдо. Это и Крыма, и Южно-федерального округа. Они постоянный цикл. У них сейчас вот с сентября восстановился соревновательный процесс. Хоть после такого тяжелого застоя летнего. Поэтому отметить действительно как-то отдельно не хотелось бы, чтобы было рвение и дальше двигаться. Поэтому вот именно действительно под работой нашего старшего тренера Владимира Владимировича Малова наша молодежь подрастающая показывает очень высокий результат. Как в Крыму, так и на Южно-федеральном округе. План календарь мероприятий на 2021 год уже существует? Сдвигаются или не сдвигаются даты в связи с пандемией? Он существует, но он сырой еще. Поэтому не хотел бы как бы загадывать наперед. Потому что все оно, конечно же, у нас сейчас... Конкретных дат первенства еще можно сказать, что нет. Нет, нет. Но наши дети прошли отбор, поэтому мы ждем назначения. Мы получили путевки. Есть как бы сборники. Поэтому только назначаются даты, и мы будем готовы посетить и первенство национальное. Александр Николаевич, с вашего позволения, хотел бы воспользоваться возможностью задать несколько вопросов о депутатской деятельности. Расскажите, проводятся ли сейчас с вами приемы граждан? Как они проходят в связи с ситуацией в Республике Крым? Какая работа, возможно, проделана на округе за последнее время? Смотрите, на протяжении года я уже являюсь депутатом. Тяжелый период, конечно же. Для меня это была новая стезя работы. Но, имея управленческий опыт, как начальника управления по делам молодежи и спорта, все-таки максимально применил его к тому, что происходит на округе. Конечно же, проблема, которая наиболее часто всплывает, это, конечно, жилищно-коммунального хозяйства. Но, еще раз повторяюсь, имея такой хозяйственный опыт деятельности уже на должности, максимально сконсолидировал эти все свои способности на решения. И, действительно, за год мы имеем, как бы, и уже отремонтированный сквер на Садовой, и ремонт дорог, как бы, есть и замена полотна, которая проходит от улицы Ореховой. Это чуть выше, чуть выше даже начали, от Пуда. Возле Пуда. Да, возле Пуда. И до самой армянской церкви, это до Ленинградской, 5. Поэтому большой объем проделан был, это с заменой покрытия. Также у нас ямочный ремонт в этом месяце начался. Есть список адресов, которые можно посмотреть на портале администрации города. Ямочный ремонт при домовых территориях. Поэтому, что касается спортивных площадок, также есть чем похвастаться. Есть отработанный реестр по округу, который находится у нас и на Карломарсе, и на Черкасовой, и на Рабочей. И на ЮБШ, вот хочу сказать, что на ЮБШ площадку уже запустили в ремонт. Это многофункциональная будет игровая территория. Поэтому по возможности включим на следующий год финансирование и будем уделять внимание и остальным площадкам. Как бы есть ограничения, бюджет все-таки имеет свои лимиты. Но что касается спортивной инфраструктуры, она тоже развивается. Поэтому у нас была и установлена площадка на Мисхорской 6, площадка для занятий ГТО. Жители оценили, жители звонят, благодарны. Потому что такой многопрофильной спортивной площадки у нас еще не было. Чтобы просто люди в таком открытом доступе имели возможность позаниматься спортом. Поэтому, что касается этих моментов, пытаясь все держать на контроле. Также и вывоз мусора. У нас есть проблематика с этим, конечно, нерешаемая еще. Даже вектор наметил, как это сделать. Но пока что есть проблема с этим. Ну, контейнерные площадки у нас сейчас под замену, по ремонту. И сама проблема, конечно же, это свалки мусора бытового, который производят сами граждане. И еженедельно, еженедельно держу на контроле, делаем вывоз этих площадок. И вот через каждый день оно появляется заново. Поэтому моменты, которые люди много не видят, но происходит очень большая текущая работа, которую приходится, знаете, как администратор округа контролировать повседневно. У меня как бы есть мои помощники, которые держат на контроле ситуацию на контейнерных площадках, на любых там придомовых территориях, в любые аварии. Всегда люди сообщают, и мы очень оперативно отрабатываем. Касаясь там водоснабжения, газопроводки. И, что касается, еще вот недавно решили Крымэнерго. Тоже свет пол района отключилось. Вот так в телефонном режиме вызвали бригаду и восстановили. Поэтому, но наработок по округу действительно еще много. Это касаемо и территорий. Есть мечта, есть цель, так сказать, на нашем округе сделать еще один детский садик. Для того, чтобы у нас была возможность ликвидировать ту очередь, которая у нас сейчас является. Поэтому работаем над теми территориями, которые у нас имеются. И будем отрабатывать, конечно же, в перспективе, чтобы за свою каденцию все-таки решить эту проблему с детсадами. Александр Николаевич, помимо текущей работы, работе непосредственно на вашем избирательном округе, наверняка вы состоите в комитетах профильных. Да. Что это за комитеты и какие сейчас острые вопросы обсуждаются непосредственно на них? Я являюсь председателем комитета по образованию, культуре, охране материнства и детства, спорта. И также членам бюджетного комитета. Сейчас у нас главная задача – это сформировать бюджет на 2021 год. Проработать все моменты, которые у нас тяжелое время. Сейчас действительно у нас очень малые, скажу так, доходные части. Плюс те моменты, которые у нас являются тормозящими. Это действительно всемирная атмосфера в экономике. Но все-таки, учитывая все эти моменты, формируем. И все-таки, учитывая пожелания, которые являются для нас граждане, и наказы, и постоянное общение с гражданами, конечно же, это улучшение жилищно-коммунальной сферы. Ну и то, что для нас близко, и это подрастающее поколение – это развитие социальной инфраструктуры. Я так понимаю, что отдельно невозможно рассказать про депутатскую деятельность за такой короткий период времени. Поэтому, возможно, у нас получится сделать с вами отдельно программу, которая будет касаться депутатской части вашей жизни. Сейчас, если вернуться к тому событию, которое сегодня нас всех объединяет, это Всероссийский день самбо. В завершении нашего диалога хотел бы от вас попросить рассказать и пожелания, и, конечно же, если проходят сейчас наборы в школу, и можно до сих пор в нее попасть. Расскажите, как это сделать? Конечно же, у нас есть набор в школу, он продолжается. И хотел бы, пользуясь случаем, обратиться ко всем жителям Ялты. У нас занятия проводятся на бесплатной основе, высококвалифицированным тренерским составом. Это спортсмены, которые имеют высшее образование. Также они имеют высшее образование по профильной деятельности. И также они имеют нормативные звания. Это мастер спорта, мастера спорта международного класса. То есть они со всех сторон, как сказать, профессионалы своего дела. Имеют и педагогическое образование. Это немаловажно для того, чтобы преподавать в спортивных школах. И, помимо этого, опыт, большой опыт. У нас очень большой коллектив спортивный. И они все соревновательные базы, которые действительно есть чем похвастаться нашим тренерам. А что касается набора, ну, я хочу сообщить, что у нас есть социальные сети, в которых размещены номера наших методистов, нашей школы, где мы ежедневно работаем, отвечаем на звонки. Хочу всех пригласить желающих. У нас есть набор на отделение дзюдо, это с 7 лет, и отделение самбо с 10 лет. Поэтому все желающие, которые хотят записать своих детей, милости просим. Также у нас сейчас осуществляется набор в боевое самбо группу. Это с 14 до 19 лет. Тренера действительно высокого уровня. Мастера спорта международного класса в этой дисциплине. Занятия, повторюсь, проводятся на бесплатной основе. Главное от вас это только ваше желание. Ну, и хотелось бы, конечно, сказать, что это вид спорта наш национальный. И это вид спорта, который формирует настоящих мужчин. Поэтому мы ждем вас. Милости просим в наши двери. Большое спасибо за то, что согласились стать гостем нашей программы. Еще раз поздравляем с всемирным днем самбо. Я напомню, что всем слушателям в рамках программы «Диалог с властью» сегодня у нас в гостях был депутат спортивной школы имени Павленко, депутат Ялтинского городского совета Александр Николаевич Туровский. Всего доброго. До новых встреч.